Скачок доллара за последние месяцы уже набило скомину каждому казахстанцу. Если новости с фондовой биржи можно не слушать, то резкий подъем цен на ввозимые товары коснулся каждого. Подскочили цены на технику, автомобили, продукты. Коснулось это и презервативов. Насколько они подорожали и чего опасаются медики, выяснял Тимур Айтмуханбетов. Кандомы поднялись в цене в среднем на 30-40%. Фармацевты даже признали, цены на резиновые изделия не выставляют. Просто не успевают менять. Если российские продаются по старым ценам, пока их можно купить в среднем за 200 тенге, то за рекомендовавшие себя марки, обещающие непередаваемое ощущение и гарантированную безопасность – тысячу. Как известно, вопрос удорожания презервативов не только деликатный, но и очень серьезный. Недоступность этого изделия для населения влечет за собой целый ряд ужасных последствий, начиная нежелательными беременностями, особенно среди молодежи, всплеском венерических инфекций и заканчивая распространением ВИЧ. В школах и для студентов единственная мера, скажем так, для профилактики – это беседа. Беседа, убеждения, постоянные рассказы о том, как это опасно, допустим, заболеть венерической инфекцией, или о том, как опасно иметь первую нежелательную беременность. Кроме того, в группе риска секс-работницы и инъекционные наркоманы. Остальным стоит заботиться о своем здоровье и безопасности самостоятельно. А вот за молодых людей иногда лучше подумать старшим. По статистике, 60% юношей и девушек при первом половом акте не пользуются средствами защиты. Казахстанские дети взрослеют намного раньше, чем думают их родители, говорят гинекологи. Первая беременность, прерванная, может привести к последующему бесплодию, вторичную бесплодию. Почему? Потому что аборт – это травматическое повреждение, тоже травма для матки. И, конечно, в последующей беременности могут быть проблемы. Медики отмечают, презерватив – самый популярный в народе контрацептив. Но брать его стоит только в аптеках, где соблюдаются все необходимые условия хранения. Что касается цены, то регулировать ее, по крайней мере, в ближайшее время власти не собираются. Так что казахстанцам придется покупать презервативы, сколько бы они ни стоили. В любом случае, кондомы обойдутся дешевле, чем курс лечения от половой инфекции или аборт.